Жизненный путь Достоевского уникален не только по творческим результатам, обессмертившим его имя, но и по выработанному им руслу духовных поисков и прозрений. Судьба этого русского писателя и мыслителя удивительна еще и потому, что его духовное изыскание отражает развитие русской философской и общественной мысли того времени. Об этом шел разговор в рамках пленарной части большой международной конференции «Род, человек и человечество в жизни и творчестве Достоевского». В одном зале собрались люди разных ученых кругов, изучающие и исследующие творчество Достоевского, которые одинаково интересны как гуманитариям, так и представителям точных наук. На мой взгляд, сегодня в окружающем нас меркантильном мире творчество Федора Михайловича приобретает особую значимость. Очень важно, что он умел видеть силу красоты посреди пустоты и безразличия, исследовал человеческую психику, пытался постичь сознательные и бессознательные процессы, определяющие и направляющие поведение личности, умел описать душевные муки и переживания человека, который чувствует себя забытым кругом людьми, оставленным один на один со своими страданиями. Достоевский тоже настолько велик, настолько всеобъемлющ, что и этой конференции будет мало, безусловно, чтобы обсудить абсолютно все, потому что у каждого он свой, у каждого свой любимый герой, свое произведение, которое наиболее трогает душу. Но данная конференция еще интересна тем, что участники, многие из которых не были в родовом гнезде Достоевских, и я в их числе с большим интересом предвкушаю, завтрашний день мы побываем в селе Достоево, посмотрим на то место, откуда происходит род Достоевских. Это, конечно, тоже очень интересно и важно. Представители Беларуси, России, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Германии, Азербайджана, и это неполный список тех, кто принял участие в большой дискуссии. И обсуждать, несмотря на прошедшие времена, всегда есть что. Сколько тем, сколько важных открытий было сделано Достоевским в вопросах психологии и познания себя. Огромный спектр охвачен у нас сегодня людей, людей неравнодушных, людей сопереживающих, людей, занимающихся изучением литературы с научной точки зрения или с какой-то преподавательской точки зрения. И мы, конечно, всем очень признательны и благодарны. И нам отрадно, что именно Брест смог собрать такую авторитетную публику. Нечасто можно встретить такое упоминание – «современник без времени». Именно так нередко отзываются критики и литераторы о творчестве Федора Достоевского. Его произведение находит свое отражение не только в сочинениях, рассуждениях, эссе, но и в художественном отображении. Большая выставка, расположившаяся в Центральном зале Российского центра науки и культуры, тому подтверждение. Юные мастера кисти, воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи смогли прочувствовать особую глубину и философский подтекст произведений классика и отразили это в своих юношеских работах. Пока что это соприкосновение только с его миром, интерес к писателю, творчество, которое известно в мире, которое показывает высоту, которое обращено к духовности, которое открывает нам христианство. И эта выставка называется «Видеть красоту», потому что дети, подростки увидели красоту не только в творчестве Достоевского, но и вообще в его стремлении к духовности. Около двух десятков работ творчества молодых мастеров, многие из которых только начинают свой путь. Под руководством наставника, постоянного куратора и вдохновителя Нилы Горчанюк, ребята смогли не только найти особые цветовые решения, но и подарить каждой работе особое прочтение, которое воспринимается не столько на уровне зрительного контакта, сколько на подсознательном, внутреннем, эмоциональном. Несмотря на юный возраст участника выставки, они не остались равнодушны к этой теме, потому что имя Федора Михайловича Достоевского на слуху, он известен, он широко интересен людям. Творчество Федора Михайловича Достоевского сегодня остается неким мостом между поколениями, между странами и городами, где люди общаются на совершенно разных языках. У него нет возраста, слишком оно актуально и понятно даже неподготовленному читателю. Его строки вечны, как и он сам, благодаря творчеству, литературе, слову. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербайдор, Бакуноч, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.